курочка тушеная с овощами это блюдо на сегодня будем готовить привет я вас категорически приветствую на канале за казан и сегодня 3 сентября на музыку фантинского мы ставить не будем готовим мы сегодня конечно же в казане на костре мясо с овощами и это вкусно друзья на днях готовил себе ужин и причем это было спонтанно что-то в холодильнике взял что-то сорвал в огороде и получилось довольно таки вкусное блюдо и теперь она мне так понравилось что я решил даже снять видео и поделиться этим рецептом с вами у нас тут стройка шум и так что достала немножко уже это все так что снимать я буду под звуки болгарки и перфорат как всегда озвучу ингредиенты которые входят в состав блюда как видите всего много и так мясо абсолютно любое в моем случае это курица здесь больше килограмма баклажаны кабачки перец болгарский сладкий морковь лук репчатый много много томатов чеснок перец горький соль масло подсолнечное и из специй когда я готовил я добавлял кориандр молотый и черный молотый перец а сейчас я хочу попробовать давая зиру и аджику что будете добавлять вы это ваше личное дело и вкусовые предпочтения вначале нарежем баклажаны отделяем их от плодоножек и нарезаем кубиками крупно вот так баклажаны нарезаны перегружаем их в емкость посыпаем их солью перемешиваем и оставляем на то время пока мы будем подготавливать остальные продукты кабачки нарезаем таким же крупным кубиком как и баклажаны нарезанные кабачки убираем в сторону корочку нарезаем крупными кусками в произвольной форме где-то так курица готова убираем теперь нарежем морковь можете морковь пересереть на терке но я готовлю в казане и буду нарезать ее крупно сначала кольцами а затем соломкой подготовленную морковь также убираю теперь займемся луком его мы нарезаем также соломкой лук готов болгарский перец также нарезаем соломкой и теперь пополам болгарский перец готов идем разжигать огонь на разожженную печь марусю устанавливаем казан и даем ему нагреться в разогретый казан наливаем масло и загружаем курочку кожицей вниз корочку обжариваем обеих сторон до готовности пока обжаривается курица нарежем чеснок и горький перец слайсами тонкими слайсами слайсами тонкими перец с курицами то есть Detail и то есть Курочка обжарилась с одной стороны, переворачиваем. Курочка обжарилась, убираем. Теперь добавляем лук, его обжариваем до румяной корочки. Курочком как бы снимаем с стенок казана остатки мяса. Лук обжарился, убираем к мясу. В освободившийся казан загружаем морковь. И обжариваем ее минут 7-8. Прошло минуты 4, как обжаривается морковь, добавляем болгарский перец. И обжариваем его вместе с морковью. При этом постоянно перемешиваем. Морковь и перец обжарились. Достаем эту прелесть из казана. Пошли кабачки. И вы помните, да, мы посыпали солью баклажаны с одной единственной целью, чтобы из них ушла влага. И теперь мы их еще отжимаем и бросаем в казан. Тогда они масло впитывать не будут. Это уже проверено, это работает. И я это делаю практически всегда. Баклажаны получаются нежирными и, если хотите, со вкусом грибов. Обжариваем их кабачки и баклажаны также до готовности. А пока обжариваются кабачки и баклажаны, нарежем помидоры. Помидоров должно быть много, и они должны дать много сока. Я буду нарезать колечками. Помидоры готовы. Идем к печи. Здесь все обжаривается, процесс идет. Продолжаем. Баклажаны и кабачки обжарили. Если их продолжать жарить, то они сейчас начнут уже разваливаться. Убираем. К перцу и моркови. Как видите, масло после баклажанов даже еще осталось. Мы добавим еще немного. Прогреем его. Сейчас скажу, зачем. Разогретое масло добавляем в зиру. Он же кумин. Ну, наверное, чайную ложку. Растираем ее. И бросаем в масло. Так она лучше отдаст свои ароматы. И сразу же, сразу же загружаем перец и чеснок. И все это обжариваем буквально несколько секунд. Ароматы просто неимоверные. Почему такое короткое время? Потому что дальше чеснок начнет гореть. И запах будет совсем другой. Теперь в это ароматизированное масло с обжаренным слегка чесночком и перцем добавляем мясо и лук. И сразу же за ними остальные овощи. У нас это все отдельно пережарено практически до готовности. Посмотрите, как красиво все это выглядит. Теперь мы добавляем чайную ложку соли. И половину столовой ложки аджики. Я люблю острые. Повторяю, вы добавляете те специи и пряности, которые вам нравятся. И теперь выкладываем наши томатики ровным слоем, самым верхним. Они дадут сок и в нем это все протушится. Но ведь красиво же. Накрываем все это крышкой. Уменьшаем огонь до минимума. И тушим в зависимости от степени готовки и нарезки ваших овощей и мяса от 20 до 30 минут. Друзья, прошло 30 минут. Смотрим. Вот что у нас получилось. Курица с овощами, тушеная в казанье на костре, готова. Сейчас мы все это перемешаем. Как же все это бомбически пахнет. Ну и финал нашего видео сегодняшнего дегустация. Это очень-очень-очень вкусно. Бомбически вкусно. То есть все овощи протушились равномерно. Вот эти вот специи, которые я добавил. Даже в этом варианте мне понравилось больше, чем в предыдущем. Если помните, в предыдущем я говорил, что я добавлял молотый кориандр и черный молотый перец. То сейчас я добавил аджику и зиру. Я вам хочу сказать, что этот вариант мне заходит намного больше. Теперь мясо. Просто на косточку попало. Мясо просто разваливается. Курочка просто бомбическая. Еще такое остренькое. Как я люблю. Просто класс. Вот рекомендую. Приготовьте. Родилось это блюдо спонтанно. Просто, как я вам уже говорил, нужно было что-то приготовить. И я полез в холодильник, кое-что достал оттуда, кое-что из огорода принес. И в итоге что-то осталось от закрывачки предыдущей. Там баклажаны закрывал. Вот. И вот так вот получилось это овощное блюдо с мясом. Или мясо с овощами. Как хотите. Ну, класс. Если это видео вас заинтересовало и оказалось вам полезным, поделитесь им с друзьями, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...